Всем привет и хорошего настроения, дорогие ненамышленники! Сегодня 6 апреля 2021 года. Я вот подходил в клинику Эксимер проверить глаза, хотел сделать лазерную коррекцию зрения. Ну, об этом расскажу в конце. И попутно решил пройтись немножко по рынку Апраксин двор. Есть такой веселой практически рынок в самом центре города, он называется Апраксин двор. Это рядом с гостиным двором. У нас такие двора, гостиный двор и Апраксин. Гостиный известнейший, а Апраксин такой же почти практически барахолка. Вот, я сейчас с Апраксина переулка как раз, метро здесь ближайшая, Синная площадь. Приближаюсь ко входу на рынок и попробую вам, не знаю, с комментами или без коммента, просто его показать. Здесь в основном одни шморки, пусть такой обзорчик будет. Как всегда на рынках не любят, когда производится съемка, поэтому снимать буду с рук. Извините за тряску и прочее. Возможно, комментировать не смогу. Ну и, соответственно, вот как-то так, в режиме полускрытой камеры. Вот он, вход за Апраксин и переулка. Это рынок расположен в таком, как это, как бы вам объяснить, во дворе. Вот именно, что почему так и называется. Здесь расположены старые здания, вот вы их видите, прям по курсу, в которых всюду-всюду-всюду натыкан. На магазины, магазины, магазинчики. Ну и торговля на улице также происходит. Что тут только не продают. Вот, вон, телевизоры, пальто, джинсы и так далее, и тому подобное. Я, кстати, очень нехорошо вижу, потому что закапали мне в клинике капли, зрачки расширены, поэтому не все надписи даже прочитать могу. Вот так происходит торговля в самом центре Петербурга. Здесь вы видите бесконечное количество рядов. Ну и в зданиях тоже, соответственно, состояние зданий, конечно, ужасноватое. В зданиях тоже магазины, магазины, магазины. В нем выбираем, меряем, примеряем. Тут можно перекусить. Мью, лепешки, выпечка, кафе, халяль. Рынок причем такой. Здесь тебе и продукты, и парное мясо. Здесь тебе и шмотки, и цветы искусственные. Продажа туров, билетов. Здесь все, такой муравейник, человейник. В подвалы, полуподвалы, чердаки. А здания все, как видите, в состоянии ужасающе на самом деле. Ну и состояние проходов и проездов тоже вызывает определенное, так сказать, нарицание. Это вот центр Петербурга самый. Если вот Госиный гор, он такой у нас более-менее цивилизованный, оккультуренный, то опрашка, она имеет место быть вот такой. Опрашка в народе называется этот рынок. Народу занимало. Вторник, час дня. Раньше что-то здесь было более людно, бурлило жизнь. Свернем, давайте, в какой-нибудь проход между этими зданиями. Ну, здание, конечно, пониже, чем где бы то ни было, если торговля с улицей. Вот, смотрите, какие жутковатые проезды. Здания все затянуты зеленой сенкой. Видимо, обрушение штукатурки идет. Тут же мусорные баки. Тут же нижнее белье. Конечно, очень много граждан Вьетнама тут торговало. Китайцев. Не знаю, здесь следствия то не было. Как здесь сейчас и что здесь превалирует. Это как бы вот внутренности Апраксина двора. Одной стороной он выходит на Садовую улицу, этот Апраксин двор. Вот, там раньше было много комиссионок. Вспомни, студенческие молодые годы туда любил ходить в комиссионки. Бывает, самая крупная по городу комиссионка, куда моряки, люди, имеющие выезд за границу, сдавали радиоаппаратуру. К сожалению, сейчас этого отдела там нет. Много бы интересно посмотреть, что там творится сейчас. А, сигаретки контрабандные. Интересно, почем не написано. Спрашивать надо. Не контрабандные, а контрафактные, конечно, сигареты. Конечно, далеко не удельная тот рынок, который... Вот, смотрите, какие дебри, трущобы, деревянные ступени. Вообще, жесть. Складские, вероятно, помещения. А здания вот такие, они, я не знаю, я думаю, это или начало 19 века. Во всяком случае, достаточно древние реставрации будем хотим дать. Да, дорожки здесь асфальт, наверное, не меняли лет много назад. Народу он, на удивление, мало. Далеко-далеко не все в масках, как вы видите. Далеко не все в масках, как вы видите. Еще брусчатка сохранилась, старинная. Сходы в подвальчике, там тоже торговые площади. Колоритный такой рыночек. Это самый центр Петербурга. Это эти двухэтажные здания, такая своеобразная, конечно, своеобразная атмосфера старых купеческих дворов. Может, и прикольно, что здесь никаким ремонтом не занимаются. И реставрация. Смотрите, галерейки какие. Но все, конечно, в жутковатом состоянии. Интересно было бы в 19 веке на все это посмотреть. Здесь брусчатка уже более крупная, наверное, более поздние мощения. Эти батарейку, кстати, надо купить. У него номер элемента батарейки, таблетка. Ладно, не суть. Вот такая изнанка Петербурга. Донецкого отсюда метров пятьсот. Далеко не весь Рынок, конечно, мы с вами обошли. Я почти к выходу направляюсь. Думаю, общее представление о том, что здесь продается, вы себе составили. Заходите. Заходите. О, шоу. 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 с подвалом не пойдем здание тоже там тесновато вот через эту арку выход на садовую улицу варки тоже торговля вовсе идет ходим вот сейчас на садовую перед нами прямо финансово-экономический институт университет называть фенек так называемый главное его так сказать вход фасад фенек вот он так продлевается вот там желтые галереи это гостиный двор уже и доневского рукой подать вот тут здание которое в торце упирается тоже на невском а мы с вами на галереях апраксина двора так вот они выглядят здесь раньше было много 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 интересных магазинчиков и даже при советском союзе меня конечно прежде всего интересовала это радиоаппаратура двери местами поменяли как вы видите местами еще остались старинные вот эти деревянные очень ценные куда смотрит геоп я не знаю кто разрешает менять эти старые селенчатые двери на новые стеклопластиковые а вот еще тут был магазин по продаже мототехники и автозапчастей всегда была очередь большая за мотоциклами ява чизет еще был такой мотоцикл по но не может кто помнит все это здесь продавалась я устал тысячи рублей есть тоже подвальчики 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 покушать можно несущая шаверма или как маска и горят шоурума в общем опрашка стала скучная а гостиный двор превратился в какое-то сборище бессмысленных бутиков в которых дикие цены купить нечего и смотреть тоже не на что садовая улица всегда пробочная нам ская еда мечты а вот у запчасти еще остались подвальчики конечно же далеко не то что было раньше комиссионы фарфор одежда золото серебро миха шубы дубленкой вот и гостинка гостиный двор центральный универмаг нашего города конечно не гумницу но чем богаты здесь собственно опрашка и заканчивается здесь он еще более-менее прилично так сказать выглядит а мы пройдем по садовой вдоль гостиного двора вот эти вот этот забор с каринскими капителями колонны интересными украшениями решеток двойной сперматозоид рисунок решетки не правда ли на этом забором расположен суворовское училище наши ленинградская петербургская теперь гостинка напротив суворовское военное училище кадетский корпус по сути вот наверное все что я хотела сегодня показать по пути к метрополитана я все не безумно без машины поскольку глаза закапали очень плохо все вижу мутный какой-то пелене и в резкости нет абсолютно в конце немножко покажу вам в клинику эксимер вот и попробую рассказать как и что там может кому интересно насчет лазерной коррекции зрения сходил продиагностировался мне понравилось цена все всего удовольствия 2400 рублей завтра поеду очки заказывать оказалось что лазерную коррекцию зрения мне делать вовсе не обязательно зашел на станцию метро гостиный двор кстати показать здесь все переделали не так стало как раньше настроились этих турникетов запросило а и загородили совершенно такую шикарную мозаику посвященную революционным событиям мозаика это витраж наверное даже посвященная революционным событиям по моему 1905 года она теперь находится так что ее можно посмотреть только вот отсюда стрельба гибнущие люди царские жандармы расстреливают мирную революцию такая своеобразная конечно мозаика витраж извините конечно же витраж пройдем мы посмотрим загородили его вальками с цветами при входе в это метро снецкого проспекта этот витраж неплохо просматривался а теперь вот видите здесь вот все это загородено вход в метро вниз оттуда витраж остался здесь в тылу надо снять пока не демонтировали запечатлеть так сказать ну и напоследок небольшой репортаж из клиники эксимер где я был очень понравилось на самом деле народу туда на самом деле стремится довольно много лучше записываться по телефону но записавшись попадаешь как на конвейер на первом этаже на рецепшене встречают все объясняют поднимаешься значит я еще ни день не толкучки не суеты поднимаешься на четвертый этаж как я сейчас вот четкие и ясные указатели что удобные сиденья в значит фойе где подождать говорят о какого кабинета ждать выходит врач делать первичный осмотр и дальше направляет уже к так сказать и к техникам которые проверяют зрение на всевозможных аппаратах видите все четко расписано предупреждение обо всем вот места для где и посидеть туалет и на каждом этаже безопасность огнетушители комфортно телевизоры работают мониторы постоянно ждать в принципе в очереди теснить и толкаться там нервничать не приходится все ведущий тебя врач ведет по всем вот этим так сказать передает из рук в руки специалистам на современнейшем оборудовании тестирует диагностирует зрение это восстановить на второй этаж поехал осмотр и так далее что понравилось мне никто не напрягал сделать операцию путь лазерную дорогую посмотрели сказать что мои глаза принципе пока обойдутся очками вот 2400 рублей все это дело стоит это файе на первом этаже этого коляска для инвалидов рецепшн гардероб очень удобный под рецепшн детский первичный прием здесь раздеться получить бахилы и дальше все интуитивно понятно по лифту по лифту на 4 и не реклама просто делюсь впечатлениями вот я пошел на улицу вот выхожу на переулок апраксин вот этот где расположены клинике эксенера на этом наверно отклонюсь всем привет и хорошее настроение друзья всегда как говорится с вами пока пока